С нами прямо сейчас на прямой связи Алена Грамова. Она сейчас находится в Донецкой области. Алена, добрый день. Пожалуйста, вам слово. Что происходит сейчас на данный момент? Какие есть оперативные сводки? Здравствуйте, коллеги. Я вас тоже приветствую. Приветствую нашу аудиторию. Ну, коллеги, с самого раннего утра я слежу за ситуацией. Хотела вот начать с того, что количество обстрелов городов-населенных пунктов Донецкой области уменьшилось. Однако, буквально недавно появилась информация о массированном обстреле города Авдеевка. Напомню, который по-прежнему находится под контролем украинской армии, вооруженной всей Украины. На данный момент мы знаем о том, что с утра россияне наносили удары, используя реактивные системы залпового огня «Град». И на своей странице в Телеграм-канале глава военной администрации Виталий Барабаш назвал этот день черным очередным днем для Авдеевки. Семеро погибших. На данный момент есть информация и о девяти раненых в городе Авдеевка. Хочу сказать, что город массированно обстреливается достаточно часто, но такого количества пострадавших и жертв среди мирного населения уже давно не было. В целом, коллеги, за минувшие сутки, по данным национальной полиции, семь ударов россияне нанесли по городам и населенным пунктам в Донецкой области. В Донецком направлении это город Авдеевка. Знаем о том, что массированно обстреливалось в Марьинском направлении город Марьинка и Красногоровка, а также под непрекращающимися обстрелами находится город Бахмут в Бахмутском направлении. Здесь россияне у нас есть информация о том, что использовали авиацию, нанося удары по этому городу и населенным пунктам, которые находятся вблизи. В целом, если не брать количество пострадавших и погибших за сегодняшнее утро, за минувшие сутки шесть мирных жителей погибло в Донецкой области и четверо из них коллеги в городе Лиман, который был деоккупирован буквально в конце прошлого месяца и о котором я сегодня хотела более детально рассказать, как и о городе Светогорске, который тоже освобожден украинскими войсками. Несмотря на то, что города освобождаются и там находятся мирные жители, россияне по-прежнему наносят удары, используют артиллерию, используют реактивные системы залпового огня и, к сожалению, есть погибшие среди мирного населения. Ну а рассказать коллеги я хотела о том, что вчера продолжается эксгумация в городе Лиман Донецкой области и на вчерашний вечер была информация о 55 телах, которые были эксгумированы. Напомню еще раз, что среди погибших за эти 4 месяца оккупации, в период, который находился город в оккупации, погибло около 200 человек. Это вот предварительная информация от полиции. Среди погибших мирное население, жители этого города, а также военнослужащие. Две локации были обнаружены в городе с захоронениями и мирных жителей, среди которых есть и дети, захоранивали в отдельные могилы, а украинских военнослужащих в братскую могилу. Эксгумация продолжается. Все результаты потом будут позже. Однако уже сейчас, со слов главы области Павла Кириленко, мы знаем о том, что уже предварительно можно говорить о том, что люди погибали от ранений, пулевых ранений, сколочных ранений, а также от пыток. И это касается мирного населения. Ну, будем ждать официальной всей информации о тех людях, которые каким образом погибали, погибало мирное население в освобожденном Лимане. Кроме того, хочу рассказать вам о городе Светогорске, который тоже чуть ранее Лимана был освобожден украинскими войсками. Здесь потихоньку налаживается жизнь. Знаем, что второй день уже работает мобильная связь, есть мобильный интернет. Но и в городе открылась местная пекарня. Предприниматель, который работал там до начала, скажем так, боевых действий в городе, выпекал хлеб, вот сейчас вернулся в город. На самом деле это очень хорошо, со слов главы области Павла Кириленко, потому что из-за большого количества разрушенных мостов, возможности доставлять людям каждый день все необходимые продукты очень сложно. Знаем о том, что порядка 300 буханок хлеба этот предприниматель каждый день будет выпекать бесплатно для маломобильных групп населения. Ну и в целом мы знаем о том, что Укрпочта уже тоже несколько дней находится в городе Светогорске, выдает людям пенсию и помощь от Красного Креста, это 1200 гривен. Вот такая информация, коллеги. Ну, кроме того, хочу сказать, что все же глава военной администрации Славянска Светогорска настаивает на том, что необходимо продолжать эвакуировать людей, потому что зима будет очень сложной. Прошу послушать. Что касается деоккупированного Светогорска, сейчас примерно 640 человек находятся на территории Светогорска. Разработан четкий алгоритм офисом президента и военными администрациями областной, районной и местной, по которому мы движемся. В данный момент эвакуация с освобожденных территорий, в том числе с Донецкой области, в более комфортные места, которые уже созданы, это главная задача и задача номер один, потому что зимний период на деоккупированных территориях будет очень сложным. Коллеги, хочу сказать, что отсутствие коммуникации, связанных с нормальной обычной жизнью, к которой люди привыкли, касается не только деоккупированных территорий, где на сегодняшний день нет воды, нет света и нет газа, а это касается и городов, которые в оккупацию не попадали. Вот недавно глава славянской военной администрации Вадим Лях заявил о том, что все-таки газ появится в частных секторах, однако ожидать появления газа и отопительного сезона в многоквартирных домах не стоит. Поэтому следует все же задуматься об эвакуации и о зимнем периоде. Продолжение следует...